Несколько таких самых опорных точек ее биографии. Она родилась в Казани в 1922 году, в семье, далекой от музыки, что не предвещало того, что она станет в Примадонне-Опере. Как считается, так во всяком случае, она сама вспоминала, впервые какой-то интерес в музыке у нее произошел благодаря ее дяде, который был парикмахером театра «Оперы и балета», будущего Джолиевского театра. И она посещала своего дядю, ходила на концерты на все, то есть на выступления первые, еще в довоенные первые сезоны театра. И крайне такой интерес проявляла Копиану и каждому году на тот период. Но получить образование на тот момент, конечно, она не могла, и она только перед самой войной поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Началась война, ей пришлось перелазить к учебу и вернуться в Казань. Некоторый небольшой опыт у нее был работой в радиокомитете, скорее как в народном периоде. После этого, после войны уже она стала студенткой первого, скажем так, набора студентов в Казанской консерватории, который организовал на гирже дамы. Но еще будучи студенткой, она была принята в труппу театра. В труппе театра, будущего театра опер-балета имени Джариля, она прослужила несколько десятилетий, с середины 40-х до середины 70-х годов. И все ее годы служения этой сцене были триумфальными, несмотря на то, что это был очень такой насыщенный, голодой век театра. То есть, если так можно выразиться, да, конкуренция на сцене сценической была колоссальной. Вместе с ней в это время служили такие выдающиеся сопрано, как Венера Шарипова, как Гульшар Сайфулина. Было старшее очень мощное поколение. И сопрано, и мессо-сопрано, например, Венера Булатова, Галия Кайбинская. Несмотря на такое соответствие, место и роль нашей сегодняшней героини была особая, и публика в Казанской, и во всех городах Советского Союза, и в Медостроях, в Москве, в Ленинграде, я всегда принимал ее на ура, потому что это была выдающаяся, великая юрица. Вот один эпизод, что в подтверждение моих слов. Главный режиссер театра, и главный режиссер театра оперы и балета имени Джавили, Исай Шерман, поставил спектакль «Леди Маркет» Мценского уезда. Он был другом Дмитриевича Шостаковича, еще по Ленинграду, и пригласил Шостаковича на премьеру опера. Когда премьера состоялась, что Шостакович сказал, что наша героиня, Дуле Хакис Матулина, одна из самых великих, на его памяти, Катерина Измайлова, одна из самых вот таких, несмотря на то, что тогда блистала Галина Павловна Вишневская в этой роли, в коронной роли, тем не менее, он оценил, и это были не просто слова, как известно, Шостакович был человеком честным очень перед искусством, и он каких-то эпитетов просто тогда не распространял, это эпитет, который стоит очень дорого, и он ценил, Дуле Хакис Матулину, как выдающуюся, Катерину Измайлову, и она вошла в историю татарского и русского, и западноевропейского репертуара. Всего же ей было спето около 40 партий в разных операх национальных, европейских и русских. Некоторые партии женские ставились прямо на нее, и что называется, не просто ставились, но даже сочинялись на нее. Например, это оперы Жиганова, Теляек и Намус, которые были сочинены, женские партии, на ее сопрано. Композитор Валиулин сочинил две оперы и женские партии в этих операх с расчетом на Зулирухе с Матулину, это на берегах Демы и Самата. Композитор Жалдат Файзи в опере «Неотосланные письма» по Аделю Кутую тоже сочинил женскую часть на оперную расчете на ее голос. То есть она вошла еще и в историю татарской музыки, став первой исполнительницей многих татарских опер и произведений музыкальных 50-70-х годов. Позже она перешла на камерный репертуар и стала камерной, очень большой, знаменитой, крупной камерной певицей. Народные песни ей были подвластны. Она была крупным педагогом, она умерла в 1994 году, в таком, ну скажем так, не слишком преклонном возрасте, но уже давно воспринимавшееся как некое явление культуры татарской XX века. То есть когда она ушла из жизни, те некрологи, те статьи, которые мы изучали в подготовке к вечеру, они были не парадными, а у них была такая искренняя тоска и искренняя печаль относительно ее личности, того, что таких, такого уровня певиц, ну за последние годы, за последние десятилетия на татарской оперной или камерной сцене не появлялась такого масштаба. Певиц, которым был подвластен репертуар тройной, скажем так, очень сложный, национальный, русский, европейский, и которой давалась одинаковая и оперная, и народная, и камерная музыка. Поэтому вот очень важно, что вы сегодня пришли к нам, и сегодня мы познакомимся ближе с ее творчеством, услышим еще несколько раз ее голос, услышим рассказы людей, близко знавших ее, и услышим в исполнении молодых артистов, современных артистов произведений из ее репертуара. Я хотел бы еще предварить наш сегодняшний вечер тем, что сегодня мы услышим и современную музыку, в том числе оперную музыку, которая, как бы сказать, несколько навевает у нас некоторый оптимизм относительно возрождения татарского оперного, от татарского оперного искусства. Зуфия Хабабулай уже сказала сегодня о том, что специальным гостем сегодняшним нашим является композитор Зуфия Раупова и певица Альбина Латипова. И вот мы благодаря нашим гостям, вернее, мы слышим подтверждение мысли о том, что в какой-то степени оперное искусство, не в какой-то, а в очень большой, потому что это были триумфальные премьеры в Казани, в Москве, в Дорожде, в Дорожде. Начинает возрождаться, потому что длительный период времени мы говорили об оперном искусстве татарского в прошедшем. Говорили о Хисматулина, об Улатове, Язидаутове, Базати Аббасове, как о неких хорифеях прошлого, соответственно, что нет у них продолжения, нет у них нового какого-то витка. А теперь вот он появился в лице наших сегодняшних гостей. Сегодня хотел бы благодарить всех пришедших на вечер и особо отметить, что среди нас присутствует наш гость Ташкента, советник представительства Татарстана в Узбекистане, Нариман Каримов. Он подарил нашей библиотеке книги. Я хотел бы, чтобы Наримана приветствовали. АПЛОДИСМЕНТЫ И Нариман расскажет потом о заплашках, о машине вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНЫЕ ИНТРИГЛУЮЩИЕ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok